Студии и цветочные магазины Сити Жордан в такие предпраздничные дни всегда приобретают особый колорит. Специалисты стараются добавить в свои интерьеры нотки изящества и эстетики. Все потому, что вот-вот к ним поспешат покупатели, каждый из которых хочет для своей половинки самый интересный и необычный сюрприз. Как всегда, приятно радует глаз широкий ассортимент цветов, причем как срезанных в букетах, так и в вазонах. Сегодня покупатель предпочитает композиции, которые простоят долго, и выбор в этом сегменте достаточный. Наверное, лет пять спросом пользовались пионы, сейчас зима, гипсофил, все заказывают. Это пушистое облако, получается, оно идет, большие ветки недорогие по деньгам, ну и получается огромный букет. Тюльпаны сезон тоже очень, сейчас начинается, прям с февраля по апрель тюльпаны, тоже прекрасные, пионовидные розы. Очень тренд сейчас из цветов, это сортовая гвоздика. Гвоздика стоит месяц, вот, и она приходит не так, как мы привыкли с Советского Союза, да, дети, что красная гвоздика, это первое мая, девятое мая, все остальное, нет. Гвоздика сейчас мегапопулярный трендовый цветок, она идет фиолетового, черного, темно-коричневого цвета, белая, нежно-розовая, персиковая, потрясающая, она идет дополнение в всех букетах. 14 февраля и 8 марта пиковая дата для сети Жордан. Многие предпочитают их павильоны и студии из-за особого эстетического оформления, которое чувствуется в каждой цветочной композиции. Но чтобы она успевала вовремя к своей обладательнице, здесь рекомендуют сделать заказ заранее, это реально благодаря сайту. Тогда букет будет точь в точь, как на картинке, которую выбрал покупатель, и вовремя. Мы знаем, что это предварительно, четко подбираем, чтобы точно так же было. Все, 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 и заказ выходит вовремя, например, на 8 утра, с четкой, со всеми желаниями, которые заказчик делает, и все прям отлично. Когда делается заказ 14 февраля, он делается уже после предварительных, то, что уже остается из наличия из цветов, и мы говорим, что это может быть замены, еще цветовая гамма или палитра, все мы соблюдаем. К слову, заниматься реализацией цветочной продукции в период праздников могут не только студии и индивидуальные предприниматели. Об этом уведомляют специалисты налоговой инспекции. Главное, что необходимо сделать перед началом деятельности, предоставить налоговые органы уведомления, в котором указать вид товара, продолжительность и место осуществления деятельности. На основании этого будет рассчитана сумма налога, который необходимо уплатить. Ставки единого налога в данном случае, они установлены и указаны в приложении 24 к налоговому кодексу. Для реализации на территории города Бреста ставка составляет 143 рубля. Обращаем внимание, что в данном случае реализовать продукты цветоводства можно, не только которую вырастили на приусадебном участке, а также приобретенную для дальнейшей реализации. Хотелось бы еще обратить внимание плательщиков, что существуют в данном случае льготы для пенсионеров, для инвалидов, для многодетных семей, где ставка понижается на 20%. Если соблюдается несколько оснований для льгот, то ставка понижается на 45%. Если же продолжительность торговли составит менее 15 дней в течение месяца, к ставке единого налога применяется понижающий коэффициент. Тем, кто хотел бы использовать такой вид заработка в преддверии праздников, стоит поторопиться, уточнить все нюансы и узнать дополнительную информацию можно в налоговых органах по месту жительства.